Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия. Даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь. Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот. Видишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор. И грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот. Я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят. И убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки. Даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мёртвый язык. А. Печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты. Сейчас покажу. Ты смотришь? Лиоста! Ого! Он твёрдый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма. И может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет. Пока свет свободно льётся. Идём. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия Вана. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о Ванах. Лишь то, что они всегда воюют с Асаны. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Язык Нифльхейма. Дурное место. Сплошь лёд и туман. И злые насмешники-гномы. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилось вражда. На нас везде нападают. Особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда всё больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Внизу лестницы направо. Эй, ещё один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо. Задвинь её на место. Теперь выровни колесо в колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого. Ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдёт до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Насчёт мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воспришать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чём. Нашествие мёртвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это всё, что я знаю наверняка. Отлично. Поднимайся. Мы готовы. Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так, кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Лиоса! Тетива уже не сияет. Её магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Ты разве не пойдёшь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Митга. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Беврёста. Эти корни не твоя магия? Нет. Это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Беврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Беврёст сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхеймы в Беврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет. Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров. А мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство. Тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж. Мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ваннахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. В Альфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, который приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять берлёзд. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу беврёзд, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башню, которую не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более ста зим назад, когда великаны исчезли из Мидгорода. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышло. Но всё ещё тут. За мной. Беврёзд погас. Эта силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Беврёзд не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгород. И мы сможем прогнать чёрное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Ещё не вернуться. У меня не вернуться. Альфхейма. Ещё не вернуться. Альфхейма. Спасибо.